Это видео облетело весь интернет и набрало сотни тысяч просмотров. Торговый центр Мегахинки. Десятки людей выстроились в огромную очередь возле прививочного пункта. Несмотря на ажиотаж, очередь продвигается довольно быстро. А чтобы скрасить время ожидания, администрация гипермаркета выдавала посетителям стулья. А это уже парк имени Льва Толстого. Тут с самого утра начал работать пункт вакцинации на колесах. Заходит к нам, допустим, пациент, мы полностью его опрашиваем, есть ли у него хронические заболевания. Смотрим, у него насыщение крови кислородом, температуру измеряем. Спрашиваем про наличие сопутствующих заболеваний, какие есть у него препараты, есть ли у него противопоказания к вакцинации. И уже решаем в дальнейшем, то есть прививаться ему или медотвод, допустим. Ну, в основном все идут пациенты, медотводов мало. Для получения вакцины достаточно иметь только паспорт и 15 минут свободного времени. Три специалисты из местной поликлиники проводят осмотр и делают прививку первым компонентом спутника ВИВ всем желающим. Удобно, да. В каком плане? Вот у меня, например, я записалась на 16-е, я хочу побыстрее сделать. В связи с тем, что я часто выезжаю на дачу, это всегда движение в транспорте, в транспорте людей много. Несмотря на мобильность, всего за один час в выездном пункте могут поставить вакцину около 100 человек. В городском округе Химки 15 стационарных пунктов вакцинации в каждой поликлинике и еще 15 выездных. У нас каждый день мы выезжаем на предприятие, приближаем вакцинацию для людей, чтобы избежать и сократить очереди, чтобы сократить ожидания. Вакцинация прошла и в парке Якоберек, куда приехала бригада врачей. Буквально за час специалистам удалось привить около 200 человек. Пришла беременная женщина 28 недель, которая изъявила желание вакцинироваться. Мы ее вакцинировали. Согласно статистике, на сегодняшний день в округе вакцинировалось более 60 тысяч человек. Поставить прививку можно как в поликлиниках по предварительной записи, так и в мобильных пунктах по живой очереди.